Книга «Открытым оком», том 18, вопрос 3193, тема «Грех». Если уж опытным путем ученые и медики пришли к выводу, что потерявшим интерес к жизни наркоманам, пьяницам, табакурам и прочим подобным отбросам полезна форкотерапия, форкорозгами, то тогда почему же тогда в этих передовых странах, как Германия, так строго взыскивается отцов, которые наказывают физически своих детей? «Разве мы умнее их?» – отвечает Игнатий Михайлович Лапкин. В Германии пороли и будут пороть детей, чтобы они были послушными и умными, а то, что не наказывают – это блеф. Просто пугают для острасти перед мировой закулисой, ибо Германия тоже живет в долг. «Немцы легко были уловлены тоталитарным дьявольским режимом фашизма, полюбили Гитлера искренне и со страшной расплатой. Так что, где народ склонен к тирании, там более всего будут после кровавой бани кричать о недопустимости насилия над детьми. Это не перегибы, а закономерный откат, расслабление воли размолоченной нации». В газете с тиражом 2 997 800 экземпляров вот такая статья с фотографией шестиконцовой плетки из розов и врач, порющий пациента по согласию с ним и не задаром. На подобный же вопрос я отвечал в 17 томе, вопрос номер 3169. Аргументы и факты. Номер 24 за 2006 год. Страница 19. Тайная и явная. Росготерапия творит чудеса. Неопознанная. Выпари меня. Такую просьбу высказывает отнюдь не мазохистый. Клинический психолог Герман Пилипенко за год, что применяет розготерапию, успел отпороть около 70 человек. В качестве розги применяет ивовые ветки диаметров от 6 до 12 миллиметров и длиной около метра. Сеанс включает 10 подходов по 10 ударов. Вначале в дело идут самые тонкие розги, а значит и самые болезненные по ощущениям. Некоторые пациенты кричат, но гораздо больше плачут. Правда не от физической боли, как это можно было бы подумать, а от душевной. Цитата. Перед тем, как уложить под клиента на кушетку, я провожу с ним как минимум двухчасовую беседу, в ходе которой стараюсь выявить скрытые психологические мотивы, приведшие к злоупотреблению алкоголем и табаком, рассказывает Пилипенко. В дальнейшем именно эта проблема и будут ассоциироваться у больного с болью от бичевания. Фокус в том, что боль от борки очень яркая, но в то же время высотечная. Получается, что пациент, пережив свои проблемы в виде краткосрочной боли, избавляется от них. Кавычки закрыты. Метод розготерапии в мировой истории, не нов, бичевание в оздоровительных целях, начало широко распространяться в Италии в 13 веке. А во Франции в средние века этот метод стал настолько популярен, что его применяли в особом королевской крови. В Германии до Первой мировой войны существовала просветающая клиника, где попорка лечили нервное расстройство, бессонницу. Крылья за спиной. После экзекуции у пациентов резко повышается настроение. Такое ощущение, что у тебя за спиной вырастают крылья, говорит 42-летний Анатолий. Рассказ пациента, который работал замдиректора по строительству в крупной компании. Запил по 4 бутылки водки, выпивал в день, потерял работу, ушла жена. И как после поркотерапии выздоровел. Филипенко попал случайно. Кто-то из знакомых рассказал об удивительном методе. Анатолий подумал, а что мне терять? Первый сеанс показался вечным. Кричать не кричал, но пропотел основательно. Даже сейчас вспоминаю мурашки по телу. Окружающие проблемы, все, что заботило, вдруг ухоживается, уменьшается в масштабе. В масштабе было ощущение, что вместе с болью от меня уходит вся прошлая черная полоса в жизни. Это даже не с чем сравнить. А потом наступило потрясающее расслабление. Как будто жизнь заиграла новыми красками. Стресс по договоренности. Одновременно с психологом Германом Пилипенко, росготерапивно-сибиртеактивно популяризирует доктор биологических наук, профессор Сергей Спиранский. Сам он с помощью порки избавился от последствий двух инфарктов. В 72 года у него полностью рассосались рубцы на сердце. Рецепт от Сиранского прост. Порка раз в неделю в течение как минимум четырех месяцев. Он советует пороть пятую точку. В два подхода, каждый по 30 раз, с перерывом 20 минут. Лучше, чтобы мужчину порола женщина. И наоборот, профессор уверяет, что на фоне регулярной росготерапии иммунная система организма будет работать в полную силу. Лейкоцитам все равно, что рассасывать синяки на заднице или рубцы на сердце. Они будут делать и то, и другое. Еще один важный аспект порки, по мнению Спиранского, избавления от хронического стресса, который особенно свойственен людям в больших городах, служащим в корпоративных компаниях. И в этом случае клин вышивается клином. Острый стресс, то бишь, росготерапия против хронического. Прелесть порки в том, что это стресс по договоренности, то есть контролируемый. Мария. Март. Новосибирск. Москва. Не надо пытаться стать мудрее премудрого Соломона, если все кричит в тебе и лопается от глупости. Примудрость. Притчи. 10.13. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Притчи. 13.25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притчи. 22.15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притчи. 29.15. Разгар и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. От неприученных трудится караул. Они уже засели в кабинетах. Им не лопату подавай, а стул, а то и кресла под задок приметный. Надуманные должности бездельников, реестр, они как на работе, должность с ними. Компьютерные игры погрузили перст, никто клещей в коровушке не снимет. Они сосут, гирляндами висят на тех, кто пашет, одевает, строит. И премии выписывают, так и сяк. Пишат оплаты хитрости устроить, а там и пенсия. Хоть выноси святых, превыше разума и здравого суждения. Не поперхнуться, жрут, пока труп не остыл. Просовесть позабыта. Им главное лишь деньги. Все это суть кривое воровство. Хотел бы я быть в этой конетели. Да лучше умереть в избе простой, чем трутнем околеть в роскошнейшей постели бессовестность звериного отродя, номенклатурной своры безразмерно. Своим безделием государство гробят, и все лишь от того, что не имеют веры. Спасительная вера во Христа Иисуса, что мы его, он установку дал, по-честному трудиться и с аппетитом вкусим. От праведных трудов, не как жидов кагал. Когда посмотришь на сосущих кровь и соки из трудящихся несчастных, из плоти бедных у богатых плов, кровавые и дармовые яства. И я бы мог быть в этой разбойной шайке, крутить кодилам, дым в глаза пускать. Но вера в Божий суд, фундамент есть не шаткий. Посту трудиться, прославлять Христа. 10 августа 2006 года Игнатий Лапкин.